Нередко бывает так, что по мере созревания томатов, сами плоды краснеют, а верхушка вокруг плодоножки и вплоть по самые так называемые плечики остается желтая. И это, кстати сказать, очень распространенная проблема, и мало кто из огородников с этим не сталкивался. Интересно то, что даже снятые на дозаривание, такие помидоры все равно практически не дозревают у плодоножки. Поэтому сегодня, как раз в период массового плодоношения помидоров, давайте рассмотрим основные причины такого явления и выясним все те обстоятельства, которые и мешают полному созреванию плодов. Итак, начну с того, что одной из причин такой недозрелости считается предрасположенность сорта. И в основном так происходит у помидоров именно крупных сортов, даже если не каждый год, а время от времени. Поэтому старайтесь сохранять упаковку из-под семян, которые выращивали, чтобы в дальнейшем сделать собственные заключения по тому или иному сорту, и для себя решить, стоит ли в дальнейшем высаживать такие томаты. При этом, если не ссылаться на сортовую особенность и включить логику, то, судя по тому, что не дозревает именно макушка, вполне может так быть, что растениям банально не хватает света. Но тут же поясню, что так как такая реакция томатов происходит летом, то есть в период активного солнечного дня, то я имею в виду не малую продолжительность светового дня, а недостаток освещенности в случае загущенных посадок. То есть, если растения очень плотно посажены друг к другу, при этом не посынковались, не формировались, то плоды плохо освещались и в результате не дозрели. Поэтому, если это действительно так, и ваши растения реально посажены очень плотно, то просто посынкуйте их и уберите лишнюю листву. Но, как ни странно, возможно и обратная причина проявления желтых плечиков, так как плоды, они могут просто обесцвечиваться под воздействием прямого солнца. Поэтому точную причину нужно устанавливать по характеру окраски плодов и, конечно же, по условиям, в которых растут растения. Далее, следующей очень вероятной причиной такого явления запросто может быть нехватка растению питательных микроэлементов. Например, того же калия. Ведь именно он отвечает за сладость плодов и их внешний вид. Напомню, что в начальной стадии развития томаты, в принципе, как и любые другие растения, остро нуждаются в азоте. Во время цветения и завязи плодов в фосфоре. А вот сейчас, в это время, когда они зреют и наливаются, их обязательно нужно баловать калийными подкормками. Только тогда мы получим плоды надлежащего качества. Следующей вероятной причиной такого явления может быть несоблюдение температурного режима. Например, такие бледные и грубые места возле плодоножки могут появиться в результате аномально высокой температуры во время созревания. Особенно это касается тепличных помидоров. В таких случаях нужно снять такие плоды и оставить их дозревать в темном, теплом месте при одинаковой среднесуточной температуре. Градусов так 22. Только так можно понять, в этом ли кроется причина, или же продолжать ее искать в чем-то другом. Ну и, наконец, еще одна вероятная причина может скрываться в вирусной инфекции. А вот для проверки вирусного происхождения можно, как вариант, высевать семена одного и того же сорта, но разных фирм. Плюс к этому, для уничтожения фитопатогенной микрофлоры и вирусов, семена перед посадкой желательно подготавливать. А вот почему бывает так, что помидоры вырастают хоть и без желтых плечиков, но зато корявые и уродливые, я рассказывала в одном из моих предыдущих видео. И чтобы не повторяться, ссылку на него я закреплю в комментариях к этому видео. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok